Лекция номер 14. Тема лекции «Характер». План. Первый вопрос. Понятие характера, структура характера. Второй вопрос. Типология характеров, степени выраженности характера. И третий вопрос. Акцентуации характера. Характер — это совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обуславливающих типичных для него способы поведения и деятельности. Существует традиция, по которой выделяют четыре основных типа черты характера. Это эмоциональные, интеллектуальные, волевые, нравственные. Согласно структуре характера выделяют направленность, убеждение, черты интеллекта, эмоции, воля, полнота характера, целостность характера, сила характера и определенность характера. Направленность является ведущей в структуре характера. Она проявляется в выборочном оценочном отношении, положительном или отрицательном, к поступкам и деятельности самому себе. Убеждение. Знания, идеи, взгляды, являющиеся мотивами поведения человека, становятся чертами его характера, определяют отношение к действительности, поступке и поведению. Убеждение проявляется в принципиальности, неподкупности, правдивости, требовательности к себе, умственной черты характера. Проявляется в рассудительности, наблюдательности, умеренности. Наблюдательность и рассудительность способствуют быстрой ориентации во обстоятельствах. Эмоции. Они лежат в основе таких черт характера, как горячность, жизнезажигательность, чрезмерное или поддельное сочувствие, всепрощение или наглость, грубость, толстокожесть, бесчувствие к страданиям других, невозможность сопереживать. Воля. В структуре характера обуславливают его силу и твердость. Воля — это деятельностная структура разума и морального чувства и представляет собой стержневой компонент сформированности характера. Темперамент. В структуре характера является динамической стороной деятельности, формой его проявления. Характер — это единство типологического и приобретенного жизненного опыта. Полнота характера — это всестороннее развитие основных его компонентов — умственных, моральных, эмоционально-волевых. Рассудительность поступков всегда согласована с эмоциональной уравновешенностью и самообладанием. Внутреннее единство черт характера определяет его целостность. Она проявляется в единстве слова и дела или в его отсутствии в поступках. Особенно важным в характере является определенность, твердость и независимость человека в его стремлениях и убеждениях. В борьбе за достижение целей свидетельствуют об определенности его характера. Сила характера проявляется в энергичных действиях, упорстве и активности в деятельности. В борьбе за доведение дела до конца. Несмотря ни на какие препятствия, такие люди не боятся трудностей, умеют их преодолевать. Это новаторы в работе, энтузиасты, инициаторы. Давайте рассмотрим типологии характера. Остановимся на типологии характера Юнга. Юнг выделяет экстраверсию, интроверсию, к которой в свою очередь относятся интуиция, мышление, чувство, ощущение. К сознательным относятся интуиция, чувство, к бессознательным – ощущение мышления. Типология характера по Юнгу. Экстраверты – это тип личности, который ориентирован в своих проявлениях вовне, на окружающих. Для экстравертов характерно поведение, при котором человек стремится к общению с людьми, вниманию со стороны окружающих, участию в публичных выступлениях, участию в многолюдных мероприятиях и викчеринках. Интроверт может быть превосходным организатором, чиновником, управляющим людьми, артистом или конферантье. Следующая особенность типологии характера по Юнгу – это интровертированный тип. Интроверты – это тип личности, ориентированный вовнутрь или на себя. Для интровертов характерно поведение, больше связанное с комфортным одиночеством, внутренним размышлениями, переживаниями, творчеством или наблюдением за процессом. Интроверт может быть превосходным ученым, исследователем, наблюдателем, писателем или индивидуальным предпринимателем. Если экстраверту для комфорта необходимо присутствие других людей, то интроверту комфортно трудиться и в одиночестве. По степени выраженности бывает явная и скрытая. Явная – это черта характера, проявляется ярко. Скрытая степень выраженности – это обычно вариант нормы. Черты выражения слабо или совсем невыражены, проявляются при воздействии психотравмирующих ситуаций. Акцентуации черт характера. Личко выделяет акцентуации черты характера и понимает это как чрезмерное усилие отдельных черт, приводящее к уязвимости человека в отношении определенного рода психогенных воздействий при достаточной устойчивости по отношению к другим влияниям. Основные типы акцентуации черт характера. Гипертимный тип. Постоянно приподнятое настроение, высокий жизненный тонус, активность, предприимчивость, чрезмерная самостоятельность. Циклоидный тип. Фаза повышенной активности сменяется фазами вялости, упадка сил. Лобильный или эмоционально лобильный тип. Главная особенность – крайняя изменчивость настроения. От текущего настроения зависит все – самочувствие, работоспособность, планы на будущее, отношение к другим людям. Астена невротипический тип. Беспокойный сон, плохой аппетит, плаксивость, капризность. Сенситивный тип. Основные черты – повышенная впечатлительность, чувство неполноценности. Психостенический тип. Повышенная тревожность, склонность к самоанализу и самомнениям, мнительность, нетерпеливость. Шизоидный тип. Характеризуется замкнутостью, душевным одиночеством, недостаток интуиции в общении, отсюда затрудненность в понимании чужих переживаний, угадывании желаний, в усыновлении неформальных контактов. Неустойчивый тип. Лица данного типа внушаемы, легко подаются чужому мнению, характеризует повышенной тягой к удовольствиям, развлечениям, бездельеем. Конфортный тип. Отличительный признак – постоянная и устойчивая ориентация на нормы ближайшего окружения, высокая и некритическая приспособляемость к нему, уступчивость. Лекция номер 14 завершена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...